всем привет всех приветствую на своем канале for paradise елена сегодня хочу вам рассказать про съедобные каштанчики мы гуляли в парке и нашли дерево с вот такими вот каштанами они отличаются от обычных каштанов тем что эти можно жарить и кушать это именно те которые продают в турции их едят в китае в европе они растут много где и именно эти можно готовить я сегодня буду их готовить и расскажу вам как я буду это делать как раз съедобный каштанчик такой вот можно жарить растет он будет в такой вот коробочки тут его много 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 собрали целую кучку они растут такими вот дольками вот очень колючие это съедобный каштанчик так растет он на дереве вот так вот много много и сейчас опасно под ним ходить потому что эти колючие шишки могут упасть на голову вот такой вот деревце сейчас покажу весь рост большой в общем отличается от обычных каштанчиков тот каштан который растет у нас дома в украине обычный конский каштан используется в основном в лечебных целях на его основе делают мази при артритах для суставов разные мази его кушать нельзя категорически а вот именно вот этот вот каштан его можно есть он растет вот такими полу дольками такими вот я сегодня хочу его попробовать пожарить мы насобирали немного потому что был небольшой урожай половина долек было пустых но мы решили попробовать мы были когда-то в турции давно но там не попробовали его поэтому решили сейчас наверстать упущено буду готовить запишу покажу дальше наши каштанчики все вымыты они выглядят вот такие как долечки они такие вот так мы их их немного тут буквально две жминки зальем водички и немножко добавим соли дадим постоять а потом надо будет сделать надрезы что они очень твердые поэтому надо чтобы не водички постояли сделаются надрезы вот такой вот вот отсюда вот так вот продольные и так наши каштанчики постояли в воде и мы сейчас будем разрезать для того чтобы когда они в духовке будут готовиться чтобы они смогли скажем так дать понять что они уже готовы надрезы я решила сделать вот такие для того чтобы они разлучивались лучше чтобы когда они приготовятся тресного кожура вот по ходу того как она растет так будет лучше и никогда будут готовы и будут видно они как немножко разлазится вот это все отправляется в духовку температурный режим 200 градусов либо режим который соответствует этой температуре где-то среднем 20 минут 30 вот так готовится и потом их можно кушать поставили на 200 градусов на полчаса в духовку наши каштанчики уже готовы сейчас буду доставать вот они уже вот так вот разлучились почему мы делали надрезы я надеюсь будут удобнее доставать это значит что они готовы вот они уже вот так вот сушены будем пробовать так вот я расчистил один каштанчик внутри он такой мягенький довольно таки вкусный есть легкая горчинка такая еле-еле даже терпкость не горчинка терпкость вот но в целом я думаю что когда он больше остынет он затвердеет будет даже еще вкуснее чистится довольно таки легко так что пробуйте если вдруг где-то увидите покупайте готовьте подписывайтесь на мой канал ставьте лайки буду рада новым знакомствам новым подписчикам всех жду на своем канале будет много новых видео всем мирного неба над головой всего самого самого наилучшего а